здравствуйте зрители моего канала сегодня буду шить платье из турецкого поплина для этого мне понадобится 5 метров поплина линейка ножницы сантиметровая лента мел нитки булавки и швейная машинка турецкий поплин он в ширине не широкий ширина тут 90 сантиметров это почти что ширина моего платья начинаю кроить и буду брать сразу длину платья длина платья 120 сантиметров в готовом виде даю 5 сантиметров на швы делаю рассечку но не разрезаю а складываю его пополам теперь сделаю рассечку и разделяю ткань ткань которую я разделила складываю еще раз пополам если вот ткани есть рисунок то его можно разделить и перевернуть одну часть но так как здесь нет рисунка я его сложила четыре слоя здесь сгиб здесь тоже два сгиба начинаю кроить горловина 8 сантиметров к низу 4 сантиметра беру и делаю закругление плечо у меня в готовом виде 9 сантиметров беру 10 с половиной полтора на шов даю ширина переда у меня 16 3 сантиметра почти даю на ширину потому что ширина спинки у меня 36 то есть 18 затем с плечевого шва вниз беру 20 сантиметров и отмеряю обхват груди обхват груди 28 провожу прямые линии чтобы найти линию проймы теперь отмечаем низ платья отмеряя 42 сантиметра и соединяя вот эту линию 42 сантиметра с линией проймы прямой линией и начинаю резать или кроить низ платья не буду округлять это я сделаю попозже когда обработаю вытачки теперь будем кроить рукава для рукавов я отмеряю 65 сантиметров так как готовый рукав у меня 60 сантиметров делаю рассечку и отсоединяю складываю тоже в 4 слоя буду кроить рукава по готовому шаблону то есть у меня есть готовая лекала которую я делала по своим меркам чтобы каждый раз не рисовать на ткани свои мерки измеряю низ рукава я хочу чтобы в этот раз вниз рукавов был широкий получается 30 сантиметров пополам 15 отмеряю и соединяю прямую линию низ рукава можно обработать по-разному можно резиночку сделать манжету сделать как вам будет угодно как вы заметили сейчас на мне платья которое я до этого выкладывала и здесь я обработала низ рукавов манжетами поэтому этот это платье я не буду обрабатывать манжеты просто будет прямые ровные рукава внизу затем находим середину делаем рассечку теперь из остатков мне нужно сделать один одно полотно чтобы потом покроить обтачку соединила шов и теперь швы разутюживаю при желании можно сделать такую обтачку не из основной ткани а из хлопчатобумажной однотонной ткани но у меня вот эти кусочки остались я их соединила и буду делать обтачки нужно приклеить флизелин так как ткань и не очень-то держит форму из этого куска ткани я буду резать обтачку для переда ткани и для спинки сначала верхний срез выравниваю и начинаю краить беру свои мерки 8 сантиметров горловина длина выреза 21 сантиметр и 6 сантиметр ширина моего выреза затем делаю прямоугольник и в углу закругляю нужно теперь сделать длину обтачки ширину обтачки ширина обтачка 5 сантиметров оставляю и также делаю сначала квадрат а потом закругляю из нижней части я сейчас буду вырезать оттачку для спинки также берем 8 сантиметров для углубления беру 4 сантиметра делаю круг вместе плечо я ставлю 3-4 сантиметра вниз опускаясь на 6-7 сантиметров и вырезаю обтачку и для спинки и для полочки затем нужно будет обработать оверлоком или зигзагом теперь берем полочку переднюю часть спинку откладываем пока складываем пополам чтобы найти линию середины я беру мел ставлю поперек и рисую чтобы осталась линия затем линейкой подчеркиваю еще раз значит складываем лицом к лицу обтачку и полочку затем скалываю булавками нужно прострочить на 0 5 сантиметров для этого я потом буду отмечать его конечно чтобы была ровная линия кто может ровно прострочить и рука набита можно и не рисовать я на 0 5 сантиметров красной ручкой провела линию теперь прострочим на машинке прострочили убираем все булавки внутреннюю часть горловины мы сейчас будем вырезать по срезу обтачки где изогнутые линии есть там нужно ставить рассечки для того чтобы шов был ровненьким и красивым если не будем ставить рассечки то ткань будет тянуть и вывернуть переднюю часть не будет невозможно он будет некрасиво выглядеть теперь шов подгибаем сторону обтачки и на 0 1 даем строчку потом обрабатываю зигзагом края обтачек обработала отутюживаю обязательно но здесь нужно смотреть чтобы передняя часть полочка выглядывала со стороны с изнаночной стороны на 0 1 миллиметр то есть чтобы обтачка обтачки не было видно с лицевой стороны затем убираем лишние нитки еще раз про утюжу с лицевой стороны и скалываю булавочками здесь вы можете использовать ручные стежки я давно уже не пользую личные стежки мне помогают булавки это экономия и времени и ниток теперь проверяем еще раз вырез чтобы он был ровненький обратите внимание чтобы вырез был круглый и симметричный когда вы будете одевать это платье это будет очень видно я делаю все по своим меркам оставляет 21 сантиметров здесь ничего вырезать не надо чуть-чуть подравнила плечевые срезы теперь будем делать вытачки вытачки я буду рисовать с изнаночной стороны поэтому перевернула на изнаночную сторону отмечаем высоту вытачки высота вытачки отмечается от плечевого среза вниз на 28 сантиметров ставим отметку а теперь от бокового шва до нашего нашего нашей отметки нужно провести прямую линию от бокового шва беру 17 сантиметров и делаю линию у меня получается крестиком крестик означает конец вытачки вытачка в ширину три сантиметра то есть от этой линии в одну сторону и в другую сторону надо открыт отложить по полтора сантиметра затем булавками скалываю крестиком отмечаю конец вытачки с другой стороны отметила бокового на боковом шве вытачку и где крестик делаю мелом крестик затем убираю булавки вот я нашла эту линию проверяю ровно 28 сантиметров длина 17 ширина вытачки 3 сантиметра затем скалываем булавками вытачку начало на нету их уходит и до бокового шва на полтора сантиметра строчим на машинке также делаем и со второй вытачкой и строчим на машинке затем мы вытачки заутюживаем вниз обязательно делайте влажно-тепловую обработку после этого вы заметите складки есть на вытачках или нету затем делаю отделочную строчку на 0 5 сантиметров и убираю булавки теперь складываем спинку на столе лицом к верху и лицом к лицу складываем переднюю часть то есть полочку проверяем горловина у меня должна быть 16 складываем обтачку уже сделанную зигзагом обработанную зигзагом и скалываем булавками затем буду строчить на машине и обработаю плечевые срезы зигзагообразной строчкой линию плеча и горловины я строчу два раза прострочили теперь убираем лишнюю ткань и как я сказала где обогнутые линии там обязательно нужно сделать рассечки после этого делаем влажно-тепловую обработку надо стараться чтобы спинка выглядывала с изнаночной стороны на 0,1 миллиметр затем скалываем булавками верхний шов горловины и нижний делаем отделочную строчку наверху на 0,5 и внизу просто делаем строчку затем я буду соединять боковые швы скалываю булавками и строчу на полтора два сантиметра прострочила обработала срезы зигзагом заутюжила проверяя обхват груди и ширину низа чтобы осноровить платье теперь мне нужно его сложить вдвое для этого я беру плечевые срезы складываю их вместе и скалываю булавками теперь на столе выравниваем все швы и и снизу со стороны бокового шва я беру 8 сантиметров и закругляю низ платья это делается для того чтобы боковые швы не висели затем спинка внизу должна быть на 1-1,5 сантиметра короче передней части по крайней мере это для меня потому что грудь поднимает перед платье и затем если мне отрежу спинку то у меня будет ощущение что спинка длиннее чем перед затем обработаю оверлоком или зигзагом низ платья вот вы здесь видите как спинка короче передней части затем обработаю зигзагом и подворачиваю на полтора два сантиметра вот я прострочила на машинке обязательно отутюжу сейчас теперь переходим к обработке рукавов подворачиваю на 0,5 и на 2 сантиметра низ рукава скалываю булавками и проложу строчку то есть прострочу на 0,1 сантиметр по краю сгиба затем убираю булавки и проутюжу низ рукавов обратите внимание как я буду дальше обрабатывать рукава надо найти линию по которой я буду прокладывать две строчки для того чтобы сделать сборку значит вот эта закругленность видите от него на 2 сантиметра вниз беру и делаю рассечку это будет место откуда я буду начинать строчить строчку первая строчка на 0,5 сантиметров от среза вторая на сантиметр от первой строчки затем делаю сборочку сборка будет небольшая не складками затем выворачиваю на лицевую сторону и вот так у нас получилось рукава рукава готовы к дальнейшей обработке теперь осноравливаем перед платья берем находим плечо я оставляю 10,5 сантиметров и убираю лишний теперь от плечевого шва на 8 сантиметров вниз спускаемся это будет место где мы будем делать сборку от рассечки до рассечки переднюю часть как вы видели я на сантиметр углубила здесь тоже откладываю сначала плечо 10,5 сантиметра проверяю ширину переда предварительно проверяю пройму и делаю ровную линию затем осноравливаю переднюю часть полочку то есть на сантиметр режу глубже из плечевого шва на 8 сантиметров к низу делаю рассечку для сборки на рукавах тоже убираю на сантиметр переднюю часть это можно было сделать заранее пока не сделали строчку затем скалываю булавками боковой шов и шов рукава и до рассечек которые я поставила скалываю булавками когда краили рукава в центре рукава наверху мы сделали рассечки вот эту рассечку мы будем сейчас соединять с плечевым швом соединили а теперь распределяем сборочку от рассечки до рассечки и скалываем булавками где-то может быть чуть-чуть надо спустить сборку а где-то добавить затем прокладываю шов на один полтора сантиметра обрабатываю срезы проверяю плечи плечевые швы они одинаковые переходим к подплечикам чтобы подплечики были удобны я их обшиваю хлопчатобумажной тканью хорошо если останется от основной ткани а если не останется можно из другой ткани сделать я здесь постаралась чтобы шов был именно посередине чтобы он не мешался скалываю булавочками при этом нужно натягивать ткань чтобы нигде складочек не было затем по краю плечика я строчу делаю строчку когда мы делаем строчку надо чтобы строчка захватила подплечики хотя бы на 0,1-0,2 мм у нас летом очень жарко подплечик естественно он синтетический искусственный и когда он соприкасается с телом не дает дышать кожи и начинаешь потеть и появляется раздражение поэтому я всегда обшиваю плечики особенно летних платьях хлопчатобумажной тканью затем срезаем лишнюю ткань и обработать обработаем срез зигзагом или оверлоком вот плечики у меня готовы теперь соединяем их с платьем для этого мы находим середину плечика и совмещаем его с плечевым швом шьем двойную двойной ниткой делаем закрепки обязательно чтобы при стирке они не оторвались вторую сторону тоже я буду пришивать пожалуйста просмотрите напишите свое мнение ставьте лайк и подпишитесь в следующем видео выложу как я шила штаны к этому платью мое платье готово до свидания до новых встреч мое платье очень красиво